всем привет с вами андрей кубик сегодня будем рассматривать три монтажа конечный из них это у нас будет the plate я буду рассматривать только одну формулу которая разумеется моя любимая флип ребер куда же без этого самая сложная ситуация будет вот на этом кубе нам надо будет развернуть вот эти два ребра перевернуть про блоки я сейчас расскажу к этому мы перейдем через вот этот бандаж через вот такой бандаж то есть он чуть-чуть попроще тут один блок отсутствует а к этому бы даже мы подойдем через через бандаж который еще создам сразу говорю вот в этом случае вот в этот бандаж достаточно легко свести редукцией то есть у нас вот два блока давайте я расскажу давайте для начала сформируя эти блоки я зажимаю shift и выделяю элементы вот я соответственно их сшил и здесь тоже самое вот так вот то есть у нас получается бандаж с двумя блоками 1 2 3 до 1 2 и 3 свободных слоев у нас это с двумя это м и у на этом бандаже возможен флип двух ребер собственно говоря сейчас мы к нему подойдем блоки на кросс ривер точно также 1 2 3 но один из них как бы расклеен да то есть у нас три элемента они но технически два элемента тоже центр мы не считаем то есть вот эти два элемента можно разъединить как то то есть поставить вот скажем синий оранжевый куда-то сюда что нибудь с ними сделать потом загнать обратно и вот он будет перевернутый логично предположить что вот эти два куба очень похожи да и что вот этот куб софиас кросс ривер вот я в описании оставлю эти самые названия кубов в пикусе соответственно можете пробить значит логично предложить что кросс ривера можно свести к вот этому у этого названия насколько понимаю нет есть бандаж ру который пишется как раукс до их на конце но у него еще есть склеенный блок вот такой вода вот такой то есть он по вот такой то есть ру он вот с тем третьим блоком а мы будем рассматривать его упрощенную версию и в чем заговор в том что на самом деле ну да можно свести редукции можно собрать вот этот блок но технически это не отменяет того что вот что может быть чистая формула которая меняет вот эти блоки которые как бы редуктивные то есть собственно говоря формула будет она переворачивает блоки да не блоки а элементы ребра переворачивать два ребра на том месте которое должно быть уже собрана концу то есть если мы собираем редукции они никогда не будут перевернуты но тем не менее мы можем сделать эту ситуацию поэтому я буду рассматривать вот а соответственно the plate вот этот он сводится редукции то есть вот у него 1 2 3 вот этот блок 1 2 1 1 3 мы можем поставить вот сюда и будет практически кросс ривер за исключением того что будет еще вот такой клок то есть блок 1 2 1 1 2 на центре то есть клоки это соответственно если кто не знает да клок это когда у нас есть вот блок 1 1 2 и он касается центра то есть эта стрелка она получается как часовая наматывает куди бывает ус ус это когда соответственно сшит вот так то есть это боковая боковой клок грубо говоря да вот соответственно мы можем свести его к кросс ривер но у нас будет еще вот этот вот клок который был в ру ру я еще раз не рассматриваю ну и в итоге нам нужно развернуть в конечном итоге вот эти два ребра зеленый оранжевый и оранжевый синий вот чтобы его развернуть мы упростим ситуацию вот этот блок мы уберем и у нас будет вот такая ситуация а чтобы это упростить еще здесь же надо как бы выбивать эти элементы да вот это время нужно выбить сюда потом этот выбить туда и потом их перевернуть потом еще загнать обратно поэтому я буду рассматривать вот на этом кубе когда эти элементы как бы уже стоят на центральном слое вот потом мы их соответственно придумаем формулу как как она их выгоняет на этот слой а потом перейдем к т-плейт вот значит ну давайте начнем значит как можно перевернуть два ребра имея только два слоя свободных ну фишка простая нужно сделать три цикла одним образом а вернуть его другим образом соответственно какой у нас три цикла здесь возможно ну три цикла стандартно да это вот раз два три четыре то есть вот у нас три ребра соответственно поменялись я надеюсь что это ну элементарная вещь и вот то есть мы берем самый дальний вот этот вот белый зеленый он стоит 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 по диагонали да то есть вот так он встает соответственно мы с него начинаем мы его загоняем наверх меняем пару поставляем другую пару и меняем вот второй ну то есть три цикла всегда будет один тоже вопрос только в том какие элементы мы ставим каким образом грубо говоря нам нужно будет один элемент перевернуть потом сделать еще один три цикла еще раз его перевернуть и если ты знаю все получится какие у нас могут быть сетапы сетапы могут быть если мы возьмем скажем вот эту треугольник тройку а мы вот этот элемент можем поставить на низ двумя способами либо повернуть пару вот так загнать его вниз и вернуть пару и вот он соответственно раз два три ребра ой либо мы можем эту пару сместить вниз его поставить вот сюда или он туда ну допустим сюда опять же я делаю вот так и вот у нас три ребра соответственно давайте ой я все убил да сейчас еще раз делаем вот этот блок и вот этот блок еще раз я зажимаю shift если кто не знает shift и классы значит у меня эти формулы выписаны вот по моему это она то есть вот у нас первый сетап сейчас разделю первый сетап у нас у штрих м у штрих но в принципе вот этот у штрих можно сделать у здесь неважно да потому что потому что мы так сейчас то есть вот мы треугольник развернули поставили его вниз и дальше вот эту пару нужно развернуть и как это перпендикулярно или параллельный смотри чему смотрим то есть либо мы делаем вот так либо мы делаем вот так в данном случае сделал у штрих у штрих я делаю вот так уж трих в принципе легко запоминать потому что но оба у штрих да меня немножко сбивает поэтому обычно я делаю но не важно дальше мы делаем трицикл м штрих у 2 м у 2 и обязательно так секунда да и обязательно возвращаем сетап то есть это будет у ага и вот у нас это тест на три ребра в треугольнике поменялись теперь мы ставим вот это вот пару на нижний слой то есть это будет м 2 далее мы делаем у штрих то есть ставим вот этот элемент на тот же центральный слой и м штрих мы делаем так что те три элемента которые у нас оказались на слою должны стоять вот здесь вот здесь и вот здесь стесно делаем 2 вот вот это я выполняю делаем 2 мы еще раз вводим в эту пару вниз у штрих поставили его то есть у нас теперь вот эти три вот эта пара и еще вот этот и мы их вращаем м штрих они вот здесь такой буквы г делаем опять же м штрих у 2 м у 2 и возвращаемся этап сделать этот трицикл и возвращаем с этап это получается м м 2 вот у нас поменяли и не поменялись и перевернулись два элемента то есть еще раз повторяю мы сделали трицикл одним образом а вернули немножко другим и за счет побочного эффекта у нас это выразилось как два перевернутых ребра вот давайте я прям здесь напишу что это трицикл трицикл ребер и то же самое вот там сверху я даже наверное оставлю вот это в писание вот эти формулы и напишу что они значит ну в смысле к чему они относятся да что мы делали изначально значит теперь мы знаем что ребра которые стоят на центральную слою м в данном случае да можно перевернуть два ребра с помощью всего двух слоев в данном случае у и м теперь наша задача сделать следующее наша задача вот на cross river вот эти два ребра как-то выгнать вот сюда это сделать не так легко очень смотрим это и самое веселое что когда мы будем выгонять одно вот это ребра а вот это ребро в конечном итоге останется со своем месте то есть мы выполнили функции выполнию комбинацию на валу 23 про она перернется но вот это в результате останется цели и это значит что перевернется какой то вот либо здесь либо здесь после чего мы поставим вот это ребро еще раз оставляем слой и Перевернем его вместе с буфером. Буфер, соответственно, вернется обратно, а два вот этих ребра будут перевернуты. То есть мы делаем это как бы за два шага. Мы не сразу вращаем вот эти два. То есть мы могли бы теоретически выгнать их оба на центральный слой и сделать то же самое. Но я буду делать немножко по-другому. Я выгоню сперва один, потом буфер какой-то здесь поменяю вместе с ним, загоню его обратно, и потом повторю это дело с вторым ребром. Как можно выгнать? Хочу сделать, чтобы блоки вот эти, вот этот блок 1, 2, 3 и 1, 1, 3, чтобы они стояли на одном боковом слою. Они, собственно говоря, и встают на один боковый слой, если сделать вот так. Вот. То есть вот они стоят на одном слое. И теперь у нас вот этот слой L полностью свободен. Мы его можем вращать хоть так, хоть так, неважно как. И при этом у нас возможен перпендикулярный поворот всегда. Значит, я выгоняю... Давайте сейчас посмотрим, какие элементы у нас. Допустим, я хочу выгнать синий-оранжевый. Синий-оранжевый встал сюда. Потом мы его перегоняем сюда. И я хочу его выгнать на верхний слой. Поэтому я делаю L в штрих. Дальше я возвращаю блоки. То есть сетап отконяю. Я делаю... И вот у меня синий-оранжевый вот отсюда попал вот сюда. То есть все хорошо. Но заметим. Что при этом у нас красный-синий тоже встал на U. Поскольку мы делаем в два шага, то есть мы сперва должны перевернуть только вот этот. В принципе, можно... Да, я, наверное, могу прямо сейчас это упростить. Ну, давайте я расскажу, как я это делал раньше, а потом оставлю вам как это самое задание. Попробуйте упростить. Заметим, что они стоят друг напротив друга. То есть если у нас вот в этом случае ребра были по диагонали, то здесь они противоположны. Поэтому если вы хотите применить вот эту вот формулу, редуктивно свести, то вам нужно одно из противоположных поставить так, чтобы оно было по диагонали. А потом применяем формулу, откатываем сюда и откатываем вот то, что я делал вот здесь. Вот. Я буду переворачивать только вот это. Вот это мы должны оставить. Если мы его оставляем, это значит, что оно должно остаться по-хорошему и положение, и ориентация. Но на самом деле сейчас мы ориентацию поменяем. Сейчас вы видите. Поскольку мы его ориентацию меняем, это значит, что перед тем, как загонять его обратно, мы должны его еще раз вернуть в ориентацию. То есть в конечном итоге к концу флипа этого ребра вот это ребро, синий и красный, должно стоять в той же ориентации на этом же месте. После чего мы делаем раз, два, три, четыре, пять. И вот это ребро. И вот это ребро оказалось на месте. Значит, давайте еще раз. Ага, вернули блоки. Вот у нас два ребра. Раз должно остаться, два должно перевернуться. Что мы можем сделать? Давайте сейчас открою формулу. Вот то, что мы сделали только что. Вот L' мы поставили, это ребро, да. Вот эти штуки мы убрали в блоке. Теперь мы делаем вот это. Значит, U' U' M U' штрих. Что у нас произошло? Смотрим, следим за двумя ребрами. Вот за этим и вот за этим. Давайте сперва вот за этим. Ага, ага, ага. Оно встало на центральный слой. Замечательно. То есть, если мы сейчас его переставим по той формуле, которая вот в этом вот ноже, то у нас вот... Ну, короче говоря, вот эти три ребра, они будут переставляться. Теперь следим за синий-красным. Вот за этим, который должен остаться. Ага, ага, ага. Оно вернулось на свое место, когда мы поставили синий-оранжевый вот сюда. Но при этом оно перевернулось. Соответственно, теперь мы делаем вот эту комбинацию, которая была там. То есть, мы меняем местами. Это получается M' U' и синий-оранжевый перешел вот сюда, наверх. Теперь мы отгоняем сетап. То есть, делаем U M' U. Вот мы вернули это ребро в ориентацию. И теперь нам нужно синий-оранжевый, вот этот, поставить обратно вот сюда, но другим трициклом. А другим трициклом мы это знаем как вот один вот образом. Я даже сейчас покажу, что они должны совпадать. Где тут? Вот. Давайте тоже перенесу трицикл, чтобы было видно. Трицикл, трицикл, трицикл и трицикл. Вот. То есть, вот эти трициклы, даже с сетапами, они полностью совпадают. Так ведь? Ну да. То есть, мы вот из предыдущего случая берем пару, отгоняем вниз, делаем U' штрих, то есть, ставим вот это ребро сюда и делаем U' штрих. То есть, вот эти три ребра у нас, соответственно, стоят перед нами. Все видны. Делаем M' U' 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 и вот у нас это ребро, как я и говорил, осталось на своем месте и в конце перевернулось обратно. То есть, оно стоит, как будто оно не вращалось. А это ребро у нас, тем не менее, перевернулось. Теперь мы должны сделать откат вот этих сетапов, вот этого сетапа. То есть, это вот это. Вот видите, здесь L' штрих, здесь L. То есть, мы делаем блок наверх, блок направо, вернули это ребро, вернули сюда и вернули блок. То есть, вот у нас, как я и говорил, это ребро перевернулось, это буфер, а это осталось неизменным. Теперь мы это ребро ставим, опять же, на центральный слой. Как это сделать? То же самое. Блок наверх, блок вправо. И теперь вот то ребро, которое второе, оно находится вот здесь. И теперь мы вместо вот этого поворота делаем вот такой поворот. Да, можно сделать проще. Проще тут можно сделать большим количеством вариантов. Например, можно сделать вместо двух вот этих комбинаций, да, в числе комбинаций. Можно сделать вот такую. Сейчас я ее за комментарию. Да что ж такое-то? Эй. Вот так это выглядит. То есть, вот эти два движения можно сократить в итоге вот в одно. То есть, можно было что сделать? Можно было вместо того, чтобы возвращать на место вместо того, чтобы возвращать на место вот это ребро, мы могли сделать раз, два. И у нас вот этот блок, господи, это ребро, надо теперь просто двойным поворотом загнать туда. Дальше мы возвращаем блоки. И у нас вот это ребро, опять же, точно так же должно остаться и в ориентации, и в положении. А вот это ребро должно перевернуться. И делаем все ровно то же самое. То есть, вот это я сейчас закомментаривал, потому что я как бы... Ну, для того, чтобы понимать, как это пошло и получилось, да. Делаем ту же самую комбинацию. По-моему, она даже не реверс. То есть, это буквально тупое повторение вот этого. Значит, мы делаем... У штрих М У штрих. Давайте, знаете что? Давайте я сделаю поинтереснее. Чтобы было разнообразно, я сделаю У. Как я говорил уже, то, что там можно сделать У. А здесь делаем У штрих. То есть, мы делаем У штрих, М и У. Объясняю, что произошло. Мы вот это ребро ставим вот сюда. То есть, вот мы его поставили туда. А теперь сидим за этим ребром, который должен остаться неизменным. Ага, ага, ага. Оно остается вот здесь. Это возможно. То есть, мы действительно можем поменять и его ориентацию, и его положение. Почему? Потому что, когда мы выполняем этот рецикл, у нас меняется только... Это чистый рецикл. Он меняет только ребра над сторонним слою. То есть, если вот все остальные, где бы ни стояло это ребро, хоть там, хоть там, не важно. Если оно не стоит на стороннем слое, все замечательно. Потому что мы его сетапом потом обратно откатим, и оно будет неизменным, окажется вот здесь. Значит, теперь выполняем трицикл. Это М штрих, У два, М, У два. Откатываем сетап. У нас теперь изменилась эта буква, да? Делаем. Делаем У штрих, М штрих и У. Вот у нас это ребро осталось точно так же. А вот этот треугольник поменялся. А что мы дальше делаем? Мы дальше вот эту пару загоняем вниз. Делаем У штрих. То есть, это ребро поставили сюда. Попробуйте, если хотите, попробуйте вот это ребро поставить вот туда. Я сейчас этого делать не буду, но попробуйте. То есть, если у нас вот эта вот пара внизу и вот это ребро вон там. Двойным поворотом мы можем вот эту тройку, вот раз, два, три, поставить таким образом, чтобы она стояла вот здесь. Раз, два, три. И тогда может поменяться немножко последовательность вот в этом коммутаторе. То есть, могут поменяться У2 и М штрих. То есть, грубо говоря, это может быть либо это может быть вот такой вот. То есть, либо у нас будет вот такой коммутатор, вот этот, либо у нас будет вот этот коммутатор. Я точно сейчас сказать не могу, попробуйте сами. Значит, что мы дальше делаем? Да, мы убрали. Сейчас. А, вот, 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 да. Мы вот здесь. Мы вот здесь. Значит, мы делаем М2, дальше У штрих, то есть, вот это ребро мы поставили сюда, и М штрих. Теперь делаем коммутатор, то есть, М штрих, У2, М, У2, и откатываем сетап. Вот он. М, У, М2. И теперь нужно вернуть вот эти ходы. То есть, мы возвращаем вот это ребро. Так, я сейчас, наверное, где-то ошибся. Сейчас посмотрим. Давайте я сейчас верну. Так, я, наверное, понял. Кажется, я ошибся вот в этом повороте. Значит, давайте мы еще раз вернем все-таки. Вернем вот как было вот здесь. То есть, давайте я прям скопирую. Скорее всего, вот из-за того, что я здесь сделал, убрал только что У, должен был поменяться коммутатор. Опять же, оставляю это за кадром, проверяйте сами. Так, значит, давайте сейчас быстренько сделаю формулу. Вот как все по нотам, да, вот как вот эту. Просто выполняю. Значит, У штрих, а, да, я не вернул блоки. Значит, я должен делать раз и два. Да, теперь мы делаем У штрих, М, У штрих, М штрих, У два, М, У два, коммутатор, да, трицикл. Дальше откатываем сетап У, У, М штрих, У. Дальше делаем сетап пару, загоняем вниз, этот загоняем сюда, это У штрих, и М штрих. Дальше делаем трицикл, М штрих, что же такое-то? М штрих, У два, М, У два. Откатываем сетап вот этот, М, У, М два. Вот похоже теперь на правду, да? И делаем блок наверх, блок вправо, переворачиваем уже вот так, и вот все замечательно получилось. Вот два ребра. Значит, еще раз говорю про оптимизацию. Вот здесь вот я рассказал, но большая-большая-большая оптимизация, это когда мы берем вот эти движения, да? Вот эти движения. Блок направо, это сюда. Допустим, мы будем синий-оранжевый наверх ставить, да? Вот на этот, на левый верх. Откатываем блоки, и вот эти два ребра теперь стоят на центральном слое. Мы можем их поставить, вот они стоят напротив друг друга, мы их одним поворотом ставим на центральном слое М. И после этого, еще раз повторяю, мы можем применить вот эту комбинацию, но как бы нужно сделать сетапы, которые ставят вот отсюда, то есть вот отсюда ребро ставят сюда, а это должно остаться неизменным. Вот. Ну и в общем-то все. Вот. Ну и теперь давайте самый сложный случай. Рассмотрим с T-Plate. Значит, сейчас я настрою. Уууу, вот такая формула. Значит, что мы с ней делаем? Во-первых, логично предположить, что, еще раз, как я говорил, что можно свести T-Plate к CrossRiver, но это не так, потому что, если мы сейчас будем выполнять, если мы сейчас будем выполнять вот эту формулу, то, допустим, то есть вот мы вот этими двумя поворотами свели, допустим, я даже сделаю, чтобы вот этот клок стоял на центре, на центральном слою, потому что, если он стоит не на центральном, мы центральный обращать не можем. То есть вот мы его поставили на центральный и, ну, гипотетически мы, наверное, свели его к CrossRiver. Но если мы начнем выполнять комбинацию вот эту, то есть даже не вот эту, а вот начиная вот отсюда, то есть я делаю R2, блок наверх, блок направо, пока что все хорошо, этот наверх, блоки возвращаю, и дальше мне нужно сделать U'M. Я делаю U'M, а M не вращается. Поэтому вот эта комбинация, к сожалению, прямым образом не работает. Ее нужно чуть-чуть модернизировать. Сейчас я расскажу как. Значит, вот эти повороты, которыми мы свели его к CrossRiver, ну, условно свели, да, то есть таким образом, что у нас клок стоял вот так, да. Сейчас давайте открочу еще раз и покажу. То есть вот, вот у нас U2, R2 и U. Теперь мы делаем то, что мы делали на CrossRiver, то есть вот это вот блок мы должны, не блок, а ребро, опять же, да, договариваюсь. Вот это ребро мы должны поставить сюда, а это ребро встанет сюда. То есть блок наверх, блок направо, вращаем на 90, возвращаем блоки. Это вот эти движения. Теперь нам нужно сделать так, чтобы, опять же, я рассказываю сейчас формулу, которая была, которая вращала поочередно. Сперва вот этот с буфером, а потом вот этот с буфером. Буфер возвращался. Да, опять же, вы можете спокойно подумать насчет того, можно ли разом их поставить на центральный слой и сделать какую-то такую хитрую комбинацию, которая их переставит, потом еще умудрится один из них флипануть с учетом вот этого клока, а потом переставить еще раз, еще раз флипануть и загнать сюда. Хорошая стратегия, наверное, будет короче. Я не знаю. Я рассказываю сейчас ту, которую я пользуюсь изначально. Значит, наша задача сейчас сохранить, во-первых, блоки, то есть мы не можем вращать вот так и мы не можем вращать вот так. Наша задача сохранить вот этот элемент, хотя бы положение. И наша задача, клок может ходить гипотетически куда угодно, но мы его в конце вернем, в конце этих движений. А вот это ребро должно переставиться и перевернуться с двумя другими. Значит, мы сделаем следующее. Мы этот клок уберем вниз, чтобы он нам не мешал, и освободим, соответственно, себе U и частичку M. То есть если мы сейчас сделаем M какой-нибудь вот такой, то у нас U перестанет вращаться. А если мы сделаем центральный вот такой, то у нас U будет вращаться. То есть блок нам чуть-чуть мешает, но мы можем, он не слишком нам мешает. Значит, теперь мы делаем, сейчас я вам расскажу, чем мы делаем. U' M U. Так, сейчас, следим за ребрами. Вот это ребро и вот это ребро. Следим одновременно. Развернули. Ага. То есть вот это ребро, сине-оранжевый, которое стояло вот здесь только что, оно поменяло положение и ориентацию не поменяло. Но суть в том, что оно в конце работы с вот этим ребром это мы вернем на место и все будет хорошо. Значит, теперь работаем, то есть это ребро у нас встало на центральный слой. Значит, надо его переместить. Мы делаем M' 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 Почему мы делаем M'? Потому что нам мешает вот этот блок. Теперь мы делаем M' M' U' M' 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 и откатываем с этапа. То есть вот эти вот движения мы откатываем обратную сторону. M' U' и U' Сейчас, наверное, где-то налажал, да? У' Штрих там был. Значит, мы делаем секунда. U' 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 M' штрих и U' U' Вот синий-оранжевый да, синий-оранжевый у нас встал обратно, а вот эта тройка по идее поменялась. Теперь нам наша задача сделать flip. То есть вот что мы можем сделать? Мы можем сделать те же самые движения, которые были в предыдущих случаях. Отмотайте, посмотрите еще раз. Значит, делаем U' M' U' и у нас вот синий-оранжевый смотрим. Синий-оранжевый. А-а-а. Мы синий-оранжевый сейчас крутить будем. Сейчас, секунду. Так, значит, я немножко опять перепутал. Запутался, не перепутал, запутался. Значит, мы выполнили вот эту часть формулы. То есть вот сейчас мы видим то, что находится вот здесь. Теперь нам нужно вот эту тройку, так же, как мы делали раньше. Нам нужно вот этот элемент, то есть вот треугольник вот этот мы вращаем вот таким образом, этот элемент опускаем вниз и делаем еще раз. И вот у нас вот в этой тройке место перевернулось, потом мы поставим на него еще раз по-другому и вернем. Ну, короче, все как раньше. Но нам нужно проследить теперь за вот этим элементом. Мы же должны его сохранить. Правильно? Значит, мы делаем раз, два, три. И вот этот оказался здесь, а вот этот оказался здесь. То есть вот этот нам надо теперь вернуть сюда. Мы делаем раз, два, три. Вот мы его вернули. Что теперь происходит с треугольником? Треугольник у нас вот этот. Мы делаем раз, ой, не туда. Мы делаем раз, треугольник вот здесь. Мы делаем два, одно ребро увели назад. И делаем три. И вот у нас эти три ребра стоят раз, два, три. То есть на тыл и вверх. Теперь теперь мы можем смело сделать вот эту формулу. И будет поворот M, потому что у нас тройка стоит вот здесь. Поворот будет вот такой. Мы делаем U2, M, U2, M'. Вот это выполнили. Откатываем сетап и откатываем второй сетап. То есть вот эти два сетапа это вот эти два сетапа. То есть мы делаем U, значит, U, M, U' U', U', M', U'. Так, мне кажется, или сейчас опять что-то будет не то? Да нет, не должно быть. Значит, делаем блок наверх, блок сюда, значит, L. Вот дальше хорошо бы сделать, как мы делали раньше, да? То есть вот, вот у нас эти два поворота, да, вот эти две L-ки, они слились вот в эту. Здесь я сразу записал эти повороты слитые. Значит, давайте я на всякий случай сейчас сделаю поворот вот такой, вот такой и вот такой. Что-то не то опять, да? Так, да, я понял. Значит, проблема в том, что вот эти вот штуки, вот эти вот комбинации, ну, части комбинаций, когда мы делали, на самом деле они были грязные. Поэтому, вот если в случае, когда вот здесь мы делали вот эти вот части, и они всегда были чистые, то есть мы делали сетап, откат сетапа здесь, да, сетап здесь, откат сетапа здесь, то вот здесь все немножко сложнее. И поэтому нам нужно будет выполнить не ту же самую формулу, как здесь, то есть вот эта вот, вот эта часть нижняя, она та же самая, что и верхняя. То есть это чисто повторение. А здесь нам придется выполнять, вот здесь даже написано, мы будем выполнять реверс. Значит, давайте я не буду сейчас этого делать, я сейчас просто залью это в решатель, и он сейчас нам все покажет сам. Значит, и сейчас мы находимся вот здесь, поэтому мы можем, вот это ребро мы перевернули, дальше мы подставляем второе ребро, и делаем, соответственно, блоки, возвращаем. Значит, теперь давайте я вот это вот, начиная отсюда, продемонстрирую в онлайне. вот сейчас мы находимся вот здесь, кажется, да, вот я его перемотал вот сюда. То есть у нас на цвета не обращивайте внимание, я просто его заклеил не совсем в тех цветах, то есть вот у нас раз блок, вот он, да, вот у нас два блок, вот он, и вот у нас еще три, клок, да, он, соответственно, вот он. То есть я здесь просто оранжевый и синий применял местами, да. Теперь вот здесь, вот отсюда мы начинаем, начинаем делать все то же самое, то есть просто откат. Вот, вот он пишется. Если хотите, остановите там, промотайте как-нибудь вот эту комбинацию, я опять же оставлю ее в описании, так что можно будет все ручком поиграться. Вот, сейчас он выполнит ее. То есть он делает все то, что мы сейчас делали, просто в обратную сторону. И куб собирается. То есть у нас будет побочный эффект, за счет которого у нас перевернулся две, два ребра. вот он сейчас закончит, а все остальное заберется. Извиняюсь, остановил. И последнее откатываем, то есть мы вот эти три движения, вот эти три движения, да, это мы взяли вот здесь клок, вот здесь блок и вот здесь блок. Соответственно, мы сделали раз, клок развернули, этот блок поставили сюда и повернули, так что он свелся к теплейт. Вот два ребра. Как упростить здесь, если честно, не знаю, потому что вот то упрощение, которое мы делали вот здесь, то, что можно два ребра одновременно выгнать на центральный слой, наверное, можно и в теплейт, но это будет, возможно, это будет более сложно, чем то, что делается сейчас. Короче, надо пробовать. Вот, что-то еще хотел сказать. А, вот что я хотел. Так, нет, это не то. Вот формула последняя, ее можно записать длинным крокодилом, то есть коммутатором, да, то есть все вот эти вот движения взять и записать, вот, грубо говоря, как мы пишем, обычно, давайте я здесь запишу, равно коммутатор U2M, да, U2M. А здесь, соответственно, вот эти штуки можно написать, соответственно, например, как, давайте я сейчас перенесу и запишу, и даже выделю вот так, и даже выделю вот так, напишу равно и напишу, соответственно, U, M' U', двоеточие, то есть это будет сетап, да, и вот так. То есть, в принципе, можно все это обернуть в коммутатор, но есть одно очень интересное но. Поскольку здесь у нас поворот был, то есть вот это вот, вот эта часть, мы точно ее откатили вот здесь, то есть это действительно можно в коммутатор загнать, это не проблема. Но проблема начинается в том, что вот здесь у нас L' здесь у нас будет L, а потом еще раз L. То есть я вот сейчас давайте напишу это более полное. Вот так, и вот так. А внизу у нас будет, соответственно, L' и вот этот L' все портит. То есть если бы у нас был одинаково здесь L' здесь L' здесь L' здесь L' можно было бы с пиздокоммутатором, но он бы не имел значения, потому что все бы сократилось. А здесь вот за счет этого L, короче, я не знаю, как это записать, короче, чем две вот эти половины писать отдельными коммутаторами. Сейчас я быстренько покажу, как у меня получилось это записать. Так, вот он, это закатил. Я его сейчас рассказывать не буду, особенно. То есть где-то здесь вот он, этот L' и вот видимо вот этот вот у нас L. Вот. Ссылку на пост я вставлю в свой этот блог ВКонтакте. Вот. В принципе, на этом все. Получился такой достаточно объемный выпуск. И это я еще раз напоминаю, что мы разобрали только одну формулу для T-plate. То есть там еще с углами интересно поразбираться. То есть да, можно его, конечно, сводить как рибр к вот тому, который мы вначале решали. То есть свести, сперва собрать вот этот блок и потом собирать уже соответственно как два слоя. Вот. Но тем не менее, еще раз, это не отменяет того, что мы можем сделать вот такую ситуацию. Если, ну, допустим, если кто-то на даме прикололся и сказал а собери-ка мне ситуацию, вот я тебе заскрамлю ситуацию, когда у тебя вот эти два ребра перевернуты. Как это решать? А если вот мы будем с редукцией сведить, то ну, будет короче выполнить эту формулу, чем заново его пересобирать. Например. Короче, это нужная вещь. Вот. На этом все. Помните, что сложных вещей не бывает. У меня у самого сейчас сложные лабы по учебе. Вот. Если все разбить на подзадачи, на вот эти вот строчечки логические, сделать план, то любая задача делится на подзадачи и все решается. Поэтому сложных кубов не бывает, бывают только интересные и невозможные. На этом всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok